Бюджет Чебоксар на следующий год предложили обсудить общественности. В столичной администрации прошли публичные слушания. Предложение, куда лучше потратить деньги, слушала Ольга Пырочкина. 11,5 миллиардов рублей. Такой бюджет планируется в 2019 году по доходам. Потратить городские власти собираются на 200 миллионов больше. Иными словами, казна с дефицитом. Предусмотрены расходы на строительство объектов инженерной инфраструктуры. Для земельных участков, предоставленных многодетным семьям, для жилищного строительства на 2019 год в сумме 2 миллиона 866,3 тысячи рублей. На газификацию за Волжье в 2019 году в сумме 21 миллион 701,9 тысячи рублей. Из того, что давно хотели услышать чебоксарцы. В казне на следующий год заложены деньги на строительство дороги по улице Асламаса и в микрорайон Солнечный. Две трети бюджета пойдет на социально-культурную сферу, на втором месте по расходам образования. Однако заложенных 6,5 миллиардов явно недостаточно, считает председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по социальному развитию и экологии Наталья Ванеркина. Очень глобальный вопрос это проведение мероприятий по антитеррористической защищенности. На сегодняшний день для того, чтобы выполнить постановление правительства Российской Федерации, на наши все учреждения системы образования необходимо 170 миллионов рублей. В нашем бюджете мы закладывали в проекте на сегодняшний день только 30 миллионов. То есть это такие актуальные проблемы, о которых, наверное, молчать я как представитель комиссии не могу. В школах ввели третий урок физкультуры и директора школ попросили принять городскую программу по ремонту спортивных залов. А еще в детских садах ветшают окна. Есть проблема, которая касается всех. Это наши окна. У нас вот свыше 30, около 30 процентов окон мы поменяли за счет вне бюджета, но это не решает проблемы. Возможно ли в следующем году до ближайшего времени такое осуществление такой красивой программы, как окна 21 века? Управление образования просчитает варианты и выйдет с предложением к депутатскому корпусу, ответил начальник управления Дмитрий Захаров. Не хватит заложенных средств и на выполнение обязательств города по улучшению жилищных условий и предоставлению жилья, к примеру, детям-сиротам, отметил председатель комиссии городского собрания по городскому хозяйству. На территории города Чебоксары с 1 января 2012 года признано 15 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. Со сроком отселения граждан до 25 декабря 2018 года 10 домов и со сроком отселения до 25 декабря 2020 года 5 домов. Потребность в финансовых средствах на строительство 106 квартир составит 144 миллиона рублей. Любопытный момент. На одном из прошлых собраний депутаты сами приняли решение о снижении процентной ставки на недвижимое имущество для предпринимателей. Несмотря на предупреждение главы администрации Алексея Ладыкова о том, что казна из-за этого потеряет около 20 миллионов. Так или иначе, проект закона не устраивает не только представителей горсобрания. Речной порт пожаловался на подорожание топлива и попросил увеличить субсидии. Мы предлагаем статью расхода не 1 миллион 750 рассматривать, а хотя бы 2 миллиона 500. Если мы оставим на уровне прошлого года 1 миллион 750, то мы будем ходить только до 1 июля в Сосновку. Если речной порт просят субсидии увеличить, то троллейбусное управление хотя бы оставить на прежнем уровне. Долги за электричество достигли почти 100 миллионов. С 1 декабря увеличился тариф на 2 рубля по безналичной форме оплаты проезда, что дает дополнительную ожидаемую выручку около 3 миллионов рублей ежемесячно. Но это не решает всех проблем предприятия в 2019 году. Поэтому в 2019 году необходимы субсидии на уровне 2018 года. Предложений было немало. На это и нужны публичные слушания, отметил председатель комиссии по бюджету Владимир Кузин. Все вопросы, которые сегодня мы выслушали в ходе публичных слушаний, конечно, будут рассмотрены, но они могут быть приняты к исполнению только за счет сокращения каких-то других статей. То есть какого-то другого источника мы не можем найти. Второе – это обращаться с просьбой к вышестоящим нашим бюджетам. Это федеральной и республиканской. Принять бюджет планируют в конце года. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика.